Вы на наикрутейшем тренинге по развитию своей механики в StarCraft 2. Давайте взглянем на вот эту игру. Мы видим матч Протас против Терана. Вначале все идет пассивно, оба соперника развивают свои базы, все строят, производят, тратят ресурсы, все как обычно, все как должно быть. Но Протас на пятой минуте приходит в атаку. Посмотрите, он начинает напрягать Терана. Параллельно с этим Протас ставит третью базу. Параллельно с этим он заказывает юнита. Он заказывает новые апгрейды, ставит новые здания и все это время бегает и напрягает Терана. Также он смотрит на миникарту и видит, если в его сторону полетят какие-то дропы, медиваки и так далее. И вот, вылетает медивак, Протас вылетает за ним, сталкерами бежит на перехват. Параллельно с этим строит колоссов, посмотрите, кидает бусты, делает даварпы, строит новые здания. Ловит медивак, уничтожает его и идет уже дальше в напряжение с нескольких сторон. Посмотрите, то есть он напрягает ему с этой стороны сталкерами. И параллельно с этим вторая группа тоже сталкеров. Смотрите внимательно на миникарту. Две группы сталкеров двигаются одновременно и при этом у нас кидаются бусты, заказываются апгрейды и все происходит одновременно. Ставятся четвертые базы, идет напряжение с одной стороны, то есть с этой стороны Протас начинает уничтожать КСМ, уничтожает танки. С этой стороны делает давление на третью базу, здесь же у него до варпа, опять же все строится. То есть вот такая вот активная игра. Путем такой активной игры Протас в конце концов наносит достаточный урон, собирает 200 лимита и приходит вот такой вот огромной армии просто уничтожать Терана. Естественно он по нему проезжается как катком. Как вы думаете, этот Протас наверное очень имеет огромный АПМ. АПМ это действий в минуту, то есть он делает очень много действий одновременно и все это делать очень сложно. И я вам отвечу, нет ребята, нет, посмотрите, 117 АПМ. Да, это возможно больше чем у кого-то из вас, но это достижимый АПМ. Это не 300 АПМ профессионалов, то есть это не самый сумасшедший АПМ, который может быть. Это достаточно адекватное количество действий в минуту и с ним можно делать вот так. И как этому научиться, для этого создана вот эта программа. Итак, ребята, мы собственно в файле с программой, которую вы можете найти по ссылке в описании. Все как обычно. Это переиздание данной программы. То, что была старая версия, которая в принципе актуальна, но нужно каждому игроку додумывать. Додумывать естественно тяжелее, поэтому вот оно, переиздание, где все четко понятно по полочкам. Итак, сейчас я вам расскажу все, что нужно делать, как пользоваться этой программой и покажу первые шаги. Итак, порядок действий. Самое первое, выбрать расу. Если вы затрудняетесь с выбором или просто вообще хотите узнать немножко больше про расы в Старкрафте, здесь у вас ссылка на видео по данной теме. Дальше нужно настроить контрольные группы и понять, как они работают. Это шаг 2, собственно. Не шаг, точнее, а именно порядок действий. И опять же тут ссылочка на видео по контрольным группам. И чтобы вы понимали, что такое контроль, какой контроль армии вам нужен, третье действие это посмотреть именно видео про базовый контроль. Если же вы знаете, какую расу вы хотите выбрать, если вы все это понимаете про контрольные группы, про базовый микроконтроль, идем дальше. Переходим к шагу 0, если вы выбрали зерга. Или начинаем с шага 1, если вы выбрали терана или протез. Вот здесь у нас программа, и тут мы выбираем как раз-таки шаги. Но сначала прочитаем дальше порядок действий. Играем шаги по очереди, внимательно следуя правилам, советам и проверкам. Правила совета и проверки у нас в правой части экрана. Шаг считается пройденным, если мы выполнили все условия в 8 из 10 игр. То есть мы наигрываем, проверяем условия, если мы их выполнили, мы считаем, что мы шаг прошли и переходим к следующему. Ну и последнее, седьмое действие. Пройдя все шаги, вы обладаете уже достаточной механикой, чтобы выходить в Грандмастер Лигу. Осталось только подобрать билды или стратегии, потому что для выхода в Грандмастер Лигу вам нужно понимать, как работает мета, как работают именно стратегии, которые играют игроки на ладере и как с ними бороться. Поэтому дерзайте, у вас все получится. Часто задаваемый вопрос, я все делаю идеально, но все равно проигрываю, что делать? Вот здесь как раз-таки скрывается такая штука, что вот эта механика, она даст вам невозможность побеждать со стопроцентным шансом, но любой новый навык, который вы будете пытаться изучить, новую стратегию, новый билд, вы будете изучать в 10 раз быстрее, чем если у вас нет механики, а некоторые вещи без механики вы физически не сможете исполнить. Итак, перейдем к программе. Все достаточно просто. Первый шаг, который нулевой, то есть наш нулевой шаг, который только для зерга. Для зерга нужно изучить открытие, которое я чуть позже вам сейчас покажу. И ваша задача с трех баз распространять слизь, чтобы дойти до другой части карты, то есть до вашего соперника, к восьмой минуте. При этом желательно постоянно на слизь не смотреть. Этот шаг я продемонстрирую в данном ролике. Шаг 1. Добываем только минерал. Атакуем по миникарте, на битву не смотрим. Кажется, контур интуитивно. Не добывать все, что есть в игре, не строить все, что есть в игре, потому что без газа мы не сможем строить практически ничего. Но это как раз таки то, что заложит базу в вашей механике. Поэтому это очень важный шаг. Шаг 2 точно такой же, но мы можем начинать уже контролировать наших юнитов. На шаге 3 у нас открывается газ. То есть мы можем добывать газ. Но мы не можем строить все подряд. У нас есть снизу список юнитов. Есть базовые юниты и дополнительные, которые все остальные, так сказать. То есть базовые юниты, к примеру, у Терана. Это КСМ наш рабочий, логично. Морпех, Гелион, Хелбат и Медивак. То есть никого, кроме базовых юнитов, мы не можем строить на шаге 3. Этих юнитов будет достаточно вам даже для побед над соперниками. Вам не нужно больше юнитов, если вы хорошо будете делать всю программу именно механики. И дальше с 4 по 6 шаг у нас открываются сначала 1, потом 2, потом 3 дополнительных юнита. В чем суть этих шагов? Здесь начинается ваш креатив. Очень серьезный креатив. Вы из дополнительных юнитов выбираете кого-то одного до игры. И уже в игре пытаетесь строить этого юнита. К примеру, вы выбрали викинга. И вы играете морпехи, гелионы, викинги. Так вы почувствуете, сколько вам нужно ресурсов на то, чтобы тратить хорошо ресурсы на викингов. То есть сколько вам нужно производящих зданий и всего прочего. Сколько вам нужно газа добывать и так далее. И здесь все просто. Но потом, когда открывается у нас 2 боевых юнита дополнительных, здесь вы уже начинаете придумывать составы армии. И так рождаются как раз таки модные составы. Например, морпехи, мародеры, медиваки и мины. Это классическое био с минами. Либо такой же состав, только вместо мины танки. Это био с танками. Также рождаются составы у протасов. То есть сталкеры, сентри, колоссы, зилоты, имморталы, которые бессмертные, и архонты. И на шестом шаге вы можете выбирать 3 юнитов. То есть вы можете либо выходить в лейтгейм какой-то, порадумать какие-то дальнейшие развития событий. Вот такая вот программа. Итак, самое главное. Правило. Не кликаем на командную карту. Если вы не знаете, что это, тут написано, это то, что справа внизу. Но если вы не знаете, что это, рекомендую посмотреть видео по настройке контрольных групп. Это там было рассмотрено. Следующее правило. Не заказывать больше 2 юнитов в производящих зданиях. То есть это ваши нексусы, это ваши гейты, робо, старгейты и прочие здания. Естественно, это правило не касается зергов. У них немножко своя механика. И третье главное правило. Не заказывать больше, чем B плюс 2, где B это базы, одновременно. Пилонов, оверов или саплаев. То есть вам нельзя заказывать 5 саплаек в тот момент, когда у вас одна база. Если у вас одна полная база, и B это именно баз с 16 рабочими на минералах. То есть если у вас одна база, вы не можете ставить больше 3 пилонов. Вот такое вот правило. Дальше советы идут. Советам советую следовать. Они реально полезны. Самое первое выделено красным. И фокусируйтесь не на победе, а на цели. Важнейший совет, если вы сможете ему следовать, у вас все точно получится. Очень важно понять, что мы здесь тренируем навык. Мы не пытаемся победить на шаге 1, когда мы не смотрим вообще на сражение. Мы даже не пытаемся победить на шаге 6. Мы пытаемся улучшить нашу механику. Вот это вот вбивайте себе в голову, и тогда у вас все точно получится. Потому что если вы забудете про победу, сфокусируетесь на цели, победы потом придут сами собой. Второе. Получайте как можно больше удовольствия от игры. Это второе. Если вам не нравится какое-то правило, если вас оно напрягает, вы смело можете от него отказываться. Не забывайте, что программа продумана, разработана, чтобы все у вас было супер идеально и правильно. Но если вам это не доставляет удовольствия, играйте без этого. То есть если сказано, контролируем юнитов сколько можем, мы играем агрессивно, например, можете играть пассивно, если вам так больше нравится. Третье. Используем контрольные группы. Это супер важно. Это основа основ, и контрольные группы это и есть основа механики. То есть их мы именно и тренируем в этой программе. Если вы просто пытаетесь все строить мышкой, не используя контрольные группы, вы в принципе не развиваете свою механику настолько, насколько можно ее развить. Четвертое. Используем кнопки камеры и мини-карту для перемещения экрана. Стараемся не двигать экран мышкой. Это опять же такая важная история. Рекомендую использовать. Экспериментируйте как можно больше с разными юнитами на текущем шаге. Что это значит? Например, у нас шаг 4. Мы выбираем одного юнита из дополнительных. Я рекомендую не прыгать на шаг 5. Даже если мы, например, в четвертом шаге сыграли 5 игр, выбрав, например, осадный танк, и затем 5 игр, выбрав мародера. Мы, в принципе, поэкспериментировали с двумя юнитами дополнительными. И если у нас 8 раз из 10 получилось потратить ресурсы, строится, все окей, то мы можем переходить к следующему шагу. Но я рекомендую еще взять и поиграть в дополнительных юнитов, поэкспериментировать, поразвлекаться. Шестое. Следите, чтобы здания не простаивали. То есть вам не нужно очень много зданий, производящих, если они не работают. Просто имейте в виду. После шага 2 старайтесь смотреть на вашу базу как можно реже. Как раз таки, если вы не смотрите экраном на то, что происходит на вашей базе, а используете контрольные группы для того, чтобы производить, вы можете реализовать весь потенциал, как я показывал в нашей демо-игре первой, где протас нападал с двух сторон и при этом строил базу. Восьмое. Играйте агрессивно. Старайтесь не отсиживаться в защите. Это, опять же, важная часть, которую я рекомендую использовать. Но при этом это не самое основное, поэтому это один из последних советов. И свободно меняйте боевых юнитов в разных играх после шага 2, если вам это интересно. Опять же, не стоит зацикливаться, играть 10 раз в головореза, 10 раз мародера. Экспериментируйте. Сыграли в головорезов, не понравилось за пару игр, поменяли юнита. Все. Экспериментируйте, меняйте, не засиживайтесь на одном и том же. Дальше идут у нас проверки. Раньше можно было проверить, используя специальный сайт. Так как популярность Старкрафта подупала, сайты эти закрылись. И теперь точно проверить, как мы тратим ресурсы, невозможно. Основная идея программы, это то, что вы должны все вот это вот делать, что здесь происходит, без перерыва. Производить юнитов, тратить ресурсы, производить солдатиков, и у вас все получится. Но если есть стандартное описание, например, что вы заказали сначала рабочего, потом саплай, потом юнита заказали. Здесь у нас, в принципе, нету такого обязательного, так сказать, условия. Так, вернемся к проверкам. И теперь у нас проверки, получается. Проверки у нас такие. Протас. Нужно иметь меньше, чем 400 минерала, умноженных на количество баз. То есть, если у нас одна база, у нас должно быть не больше 400 минерала. Две базы, 800, 3 и так далее. Все понимаете, да? Газ у нас должно быть меньше, либо равно 150 с одной базы, 300 с двух, 600 с трех плюс баз. У Нексуса должно быть меньше, либо равно 70 энергии на каждом этапе игры. И так же у нас для каждой расы. Заметьте, я прокалькулировал разные значения, потому что, к примеру, когда у Зерга три базы, для Зерга нормально подкопить газ. При этом, когда у Зерга одна база всего лишь, ему, наоборот, нужно газа меньше, чем минералов, поэтому у него вот такие вот показатели. Итак, предлагаю взять, пролистать эту игру и перепроверить вот эти наши данные. Как это делается? Вы заходите в Повтор. Как зайти в Повтор? На главном меню Старкрафта сверху самая крайняя вкладка. Повторы. Здесь вы можете нажать правой кнопкой и нажать переименовать, к примеру, то, что вас интересует. Либо просто нажать на отсортировать по дате и все последние игры свои перепроверять. Именно в повторах, в анализе повторов, вы прокачиваете свой навык в Старкрафте. Первым делом открываем окно Production. Это кнопочка D, английская. Нажимаем Shift-Z и отдаляем карту. Таким образом мы сможем анализировать повтор. Наша задача следить, чтобы у нас постоянно строились рабочие. Это важно, как я говорил. Здания не должны простаивать. И затем следим вот в этот правый верхний угол, чтобы у нас не поднимались ресурсы, как вы помните, больше 400, газ больше 150, пока мы на одной базе. Ставлю максимальную скорость и смотрим. У нас две базы. Проверяем табличку. С двух баз у нас не должно подниматься выше, чем 800 минерала и 300 газа. Смотрим внимательно и листаем. Параллельно с этим смотрим, чтобы у нас строились рабочие, чтобы у нас не простаивали здания. Вижу, что здания не простаивают, рабочие строятся. В supply block мы сильно не попадаем. Ресурсы копятся. Видим, 300 ресурсов подкопилось. И вот она, в принципе, ошибка. Видите, у нас две базы и уже подкопилось больше 300 газа. То есть, в данный момент вы можете уже сами себе решить. Вы просто думали, куда его потратить и потратите его в ближайшее время. либо вы просто забыли его потратить, потому что все-таки стоило его потратить. И вы не выполнили шаг. То есть, данная игра, хоть она и выиграна, я бы ее отнес уже к играм проигранным. То есть, понимаете, игру я выиграл, но цели я не достиг. Моя цель не была победить игру. Моя цель была тратить ресурсы, чтобы их не было больше, чем 300, когда мы играем с двух баз. Здесь я сейчас их смогу, скорее всего, потратить. Но, уже играя с двух баз, поставив третью, газ у нас скопился 500. Все, игра как бы не засчитывается. И вот, если я сыграю 10 раз вот так и выиграю, это не считается, что я прошел шаг. Потому что механически я сыграл плохо, у меня перекопились ресурсы. На данный момент я вижу еще, рабочие не строятся. Опять же, все, пройгришь. То есть, мы должны следить, чтобы строились рабочие, чтобы здания не простаивались, особенно Nexus. Вот так проходит анализ повторов. Итак, в рамках этого ролика показываю вам нулевой шаг за зерго. Нулевой шаг за зерго мы проходим на свободной карте. Заходим в четвертую вкладку «Своя игра». Заходим во вторую вкладку, где мы можем создавать свою карту. и создаем какую-нибудь карту из-за разряда карты соревновательного режима «Ladder Maps». Либо опять же четвертая вкладка сверху. Нажимаем «Создать лобби». Выбираем свою расу зерк. Не забываем, мы же выбрали зерга, это нулевой шаг. И добавляем бота. Бота ставим «Серана» с экономическим развитием 50% жизни. Самого легкого. То есть, нам важно, чтобы он был, чтобы он нам не мешал. Стартуем игру. Сейчас я познакомлю вас с открытием 16-18-17. Заказываем рабочего и оверлорда отправляем куда-нибудь. Нам на данный момент это не важно. После рабочего заказываем еще одного рабочего. Точнее, оверлорда. Прошу прощения. То есть, рабочий оверлорд рабочий. Вот такое расположение. У нас 14-й лимит. Создаем камеру локации. Пока мы ждем. Созданы. Овер построился. Заказываем два рабочих. У нас 16-й лимит. Вот так вот и называются билды. 16-18-17 хата газ пул. Самое первое у нас будет хата этаже хэтчери. На 16-м лимите вот этим дрончиком мы заказываем хэтчери, добавляем ее в контрольную группу и заказываем два дрона. Второй дрон у нас будет идти на газ. Заказываем еще одного дрона. Он у нас идет на пул. Пул это омут рождения. И смотрите, у нас первый дрон идет на минерал, второй дрон бежит на газ и ставится 18-й газ, то есть хата 16-я, 18-й газ, 17-й пул. 17-й омут рождения. Мы на 16-м лимите. Дальше мы отправляем двух дронов еще на газ, забираем одного дрона с минерала на газ и еще одного дрона заказываем, отправляем его на минерал. Все, открытие у нас в принципе готово. Теперь можно заказать еще одного оверлорда, но мы еще ставим третью базу. Третью базу сейчас мы будем ставить. к моменту, когда достраивается вторая база. Здесь сейчас нам в принципе нужно тратить ресурсы на дронов, но на уровне открытия мы закончили. Мы заказываем две королевы и отправляем дронов на третью базу, используя камеру локации, точнее одного дрона. С газа всех снимаем, заказываем скорость лингов, чтобы не забывать. Прибегает у нас дрон на третью локацию и ставит ее. Все, вот это шаг ноль, это открытие. Что мы делаем сейчас? У нас появляются две королевы. Этой королевой мы делаем инъекцию, этой ставим крип и бежим на третью базу. Ставим крип, делаем инъекцию. Заказываем еще две королевы, и больше пока ничего не делаем. Дальше смотрим на крип. У него перезарядка 12 секунд и наша задача будет распространять его каждый раз, когда у нас есть возможность. Этой королевой нужно будет вернуться ненадолго и поставить еще один крип. А этот крип начинаем распространять. когда мы поставили крип делаем инъекцию и вот мы попадаем в принципе в такую вот так сказать черту, где у нас три королевы, каждая на своей хетчере и одна королева будет помогать распространять крип. В итоге мы должны распространить крип и кидать инъекции. Следим внимательно, кидаем по инъекции, потом распространяем крип. На этом этапе нам не нужно тратить ресурсы, не нужно больше ничего делать, наша задача только следить за тем, чтобы крип распространялся. И основная идея в том, чтобы словить вот эту динамику сколько времени проходит, чтобы крип распространился и перезарядился. То есть вот мы кинули и пытаемся следить вот на базах. На базах уже нужно будет делать инъекции, за чем-то следить и примерно пытаемся проникнуться, посчитать сколько времени надо на то, чтобы крип распространился. Вот видите, я чуть-чуть поспешил. Можно кидать кидаем крип 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 все в итоге такая штука. Посмотрим где мы будем через 8 минут. А если быть точнее на 8 минуте. При этом большую часть времени смотрим на свои базы. Так, видим 9 минута мы достигли базы соперника. То есть 9-0-0 это нормально. Главное условие на 8-й. То есть вот первая база соперника, вторая на 8-8-59. То есть на 9-й минуте это устраивает вас абсолютно, если вы доходите вот до этой точки, то есть перед второй базой соперника. Есть карты, которые больше, как это, есть карты, которые меньше. и естественно вы на них по-разному можете физически просто добраться до этой точки. Но при этом посмотрите 50% карты даже больше полностью покрыты слизью. И это наша основная задача. То есть иметь кучу слизи. Вот это шаг 0 за зерго. Итак, ребята, самое главное, где начинать играть первый шаг? Как я говорил, самое главное, получайте удовольствие от игры. Если вы с трудом фокусируетесь на цели и вы хотите только побед, вы можете тренировать это с ботом. Если же вы можете фокусироваться на цели и вы получаете удовольствие от процесса обучения, а не только от победы над игроком, спокойно начинайте это делать на рейтинговых играх. В рамках этого видео я вам еще покажу шаг номер один за протаса и за террано. Чтобы вы понимали как это делать, как проходить шаги собственно. Но напоминаю, это видео продукт поддержки сообщества. Переснять механику ГМЛ мы собрали уже больше 25%, поэтому я выпускаю вот это основное видео. Если вы хотите увидеть геймплей за все расы, все шаги, куча вариаций того, что можно делать, то есть если вы хотите посмотреть как можно придумывать, как можно креативить, кучу дополнительных советов, вы можете поддержать эту рубрику, вы можете поддержать эту рубрику. Сборы будут до конца мая 2021 года. Если вы смотрите это видео позже, то либо новые части уже вышли, либо мы не собрали достаточно для этих частей, но в целом дальше ничего трудного и как бы программа готова, пользуйтесь как говорится на здоровье. Перейдем к шагу 1 запрот. Запускаем рейтинговые игры и погнали. Показываю, демонстрирую все в серебряной лиге номер 3, то есть достаточно низко на лазере и получится у нас победить в игре или нет, я не знаю, но я точно знаю, что у меня получится достичь моей цели, то что в принципе первый шаг достаточно простый, простой. итак, мы попадаемся против зерга. Как и где строить здание в целом нам абсолютно без разницы, но главное не забывать, что наша цель тратить, тратить, тратить ресурсы и развиваться. По правильному против зерга ставить стенки и прочие вещи, но нам сейчас не до этого, наша задача просто тратить ресурсы, поэтому мы не паримся. Также, ребята, самое главное учтите, что опять же наша цель развивать механику, наша цель правильно пользоваться контрольными группами и всем остальным тратить ресурсы, то есть энергия анекуса тоже ресурс, вот, и добываем только минерал. в свою очередь вы можете в принципе делать действительно все, что вы хотите, то есть можете уже там ставить стенки, не ставить стенки, зависит от того, как вы понимаете игру, как вы понимаете примерно, что нужно делать, но когда вы уже превышаете где-то 19 рабочих на минерале, уже стоит занимать вторую базу потихоньку. Вот у нас первое здание построилось и начинаем строить дилатов. В данный момент я перестал строить пробок, потому что у меня еще вторая база совсем не готова, то есть она только начинает зарождаться. Как вы видите юниты процессов достаточно дорогие и нужно будет думать. Специально демонстрирую вот очень странные застройки и вот эти прочие вещи. Опять же мы тратим только минералы, то есть у нас есть доступ к оружейной и мы можем смело вооружейной заказывать точнее в ней мы ничего заказывать не можем то что в ней стоит газ уже то что в ней может быть и атакуем по мини карте посмотрите мы зелтов трех зелтов отправляем по мини карте как я говорил самое главное правило играть агрессивно ну не самое главное одно из правил играть агрессивно поэтому мы его придерживаемся будем ставить фотонные пушки в минеральной линии нам поможет защищаться тратим ресурсы активно вот и самое главное вот сюда вот на сражение мы не смотрим то есть мы следим только за базой следим за тем как тут что происходит сейчас я кидаю уже ускорение в юнитах потому что просто надо куда-то кинуть экономики пока хватает вот уже можно занимать третью базу потихоньку вот смотрите пять зилотов отправляем опять через атаку ставим базу и вот это шаг мы здесь просто учимся тратить ресурсы не попадать в соплей блоки как вы видите у нас начинают подкапливаться ресурсы доставляем новый гейт и мы вообще пока что не смотрели ни разу на то что происходит на той части карты можем ради интересно посмотреть то есть вам я не рекомендую опять же этим заниматься пока вы тренируете механику но на данный момент я смотрю на сражение и посмотрите вниз внимательно заказываю в этот момент заказываю ребят юнитов то есть вот здесь контрольными группами я доказал юнитов смотрите серебр серебряная лига мы победили то есть я банально играл как говорится агрессивно то есть я шел в атаку вот и все при этом абсолютно никакого контроля армии нам не потребовалось банально трата минерал делание экономики то есть здания не простаивают все здания что-то строят и это победа давайте повторим то же самое затеряно чтобы все поняли еще раз как это делается итак поехали создаем локации sagt еще раз п еще раз тратим ресурсы все просто понятно доступно как вы видите я ставлю все здания вплотную к нашему командному центру это позволит нам достаточно проще отбиваться вот от таких ребят которые на нас нападают рабочим и меньше напрягаться сразу же стараемся затеряно делать орбитальные станции очень ускоряет производства и как я говорил не заказываем больше двух юнитов вот для тирана это актуально затем на очень легко начать заказывать больше чем 2 юнита нам это делать не требуется играем агрессивно играем по мини карте не забываем не строим больше двух соплаев контролируем только вот он защите защите можно побегать попрыгать видите соперник прям микроконтролер попался все микрит ну то есть возможно принять возможность соперник это смур пока он протокол который более сильного игрока чем вот актуально серебряная лего возможно он возможно еще откуда-то мы этого точно не знаем вот но нам и неважно то есть если мы раскачаем свою механику потом найдем пару билдов нормально нас все будет окей здесь я рано заказал бараки дополнительные стоило здесь заказать получается апгрейд командного центра вот и так как у нас газа нет получается здесь мы ограничены на самом деле достаточно нашим производством то есть у нас нету никаких пристроек на бараке нам придется следить за каждым бараком индивидуально и барак естественно понадобится очень много предлагаю построить инженерку что имеет защиту от воздуха она у нас есть и в этом интерес то есть интерес именно того что все продумано так что в принципе у вас всегда есть чем отбиваться вы можете беспокоиться о том что вам нечем отбивать например воздух или невидимых юнитов но нет у вас есть турели у вас есть сканы чтобы невидимых юнитов уничтожать и мы все как бы все готово почему 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 у нас чего-то нет у нас есть все что надо так у нас только одна проблема у него на второй базе стоит планетарная крепость планетарная крепость дает очень сильную защиту и наши маленькие без апгрейдов скорее всего ей проиграют и это нормально опять же что я показываю что вам нормально проиграть посмотрим просто что здесь происходит мы не контролем нигде контролем только в защите вот видите он пришел к нам и дропом танка одержал победу скорее всего то есть вот он одержал победу в игре мы берем выходим через вот этот вот вернуться и промотать назад и смотрим внимательно смотрим внимательно тратили мы ресурсы хорошо или нет здание у нас строили или нет было ли у нас такое вот событие как заказ больше двух юнитов и затерна нужно будет здание прокликивать смотреть со временем вы научитесь это делать вот так же быстро на 8 скорости без проблем и все проверив посмотрев что все окей смотрим правый верхний угол экрана все вообще отлично ресурсу на тратится все происходит все хорошо мы понимаем что да мы этот уровень сейчас прошли и все нормально и вот в этом сути понимаете что мы сейчас оттачиваем вот это мастерство именно постройки рабочих траты ресурсов постройки новых баз а соперник оттачивает вот такое вот нападение и во время этого нападения посмотрите внимательно во время этого нападения у соперника у нас скопилось тысяча ресурсов на пятой минуте тысяча ресурсов вся тут уже объяснял у меня тоже начали копиться соответственно но в чем суть вообще можно здесь не выходить то есть можно взять начать строить новые базы опять же это не проблема я просто чтоб не затягивать видео как только вы возьмете и перейдете на следующий шаг и на следующий шаг откроете для себя газ и у вас будет к примеру викинг который без проблем отобьет вот этот вот дроп у вас будет викинг и вас будет юнитов больше в два раза потому что соперники не будут успевать тратить ресурсы понимаете и для этого вам нужна механика то есть вы просто будете всегда иметь польши юнитов чем соперник и если вы опять же хотите увидеть это и на данный момент еще не конец мая 2021 года вы можете спокойно поддержать эту рубрику где я покажу за каждую расу как мы проходим каждый шаг и поднимаемся в лигах начинаем побеждать соперников либо ну как минимум достигаем цели надеюсь вам понравилось с вами был тет используйтесь на здоровье смотрите вот сейчас видео будут показаны все видео которые относятся к этому видосу то есть там про механики про микроконтроль все что есть в описании все есть и здесь подсказках поэтому учитесь тренируйтесь всем пока а